приветствую вас дорогие друзья ну что пришло время наверстать упущенное надо пройти нам с вами новый эпизод the council который я вовремя к сожалению не прошел очень сожалел об этом из-за того что у меня моя видеокарта сгорела очень не вовремя и долго меня мурыжили с проверкой товара с отправкой его производителю но вот наконец-то обмен произошел точнее даже возврат денег поэтому я себе новую видеокарту купил воткнул в комп пришлось правда переустанавливать винду на что я уже жаловался вам при прохождении дракулы ну вот давайте запустимся с последнего сохранения благо после переустановки винды steam вроде как автоматом подцепил сохранение от предыдущих эпизодов поэтому мне не придется все заново перепроходить хотя сохран очки я копернул поэтому если чё если сейчас что-то пойдет не так то мы всегда сможем восстановиться из моей копии не доверяю я знаете ли до конца всем этим облачным технологиям они конечно хороши но ручной бэкап и ручную копию никто еще никогда не отменял так сохранение три пусто вот по-моему вот здесь вход в склеп там где луи рубанула руку на этом то мы собственно и остановились в прошлом эпизоде если мне память не изменяет давайте давайте настройки проверим во первых все ли у нас тут хорошо с момента последнего запуска ну да два с половиной к я пока не вижу особого смысла переходить на 4к монитора но не знаю только если вы наверное хотите поставить себе моник там дюймов на 40 разве что в таком случае так высокая хорошо качество графики высокая включена вертикальная синхронизация ну пускай будет даже да то то я смотрю что у меня счетчик стабильно 60 fps показывает и не могу понять в чем дело то ли видюха не тянет то ли что я думал должно было бы быть больше но окей в общем настроек нам тут на выбор не так много давайте продолжать не будем рассусоливать в меню слишком долго попробуем вернуться погрузиться в сюжет все таки вот это эпизодическая модель распространение игр в ней конечно свой прикол есть но наверное надо было бы разработчикам раз в месяц выпускать новый эпизод тогда было бы норм я думаю все таки раз во сколько они в 3 в 4 месяца выкладывали продолжение это слишком редко на мой взгляд таксу что громко у меня в наушниках все орет сейчас так потише чуть-чуть вот другое дело у вас тоже все отрегулировано ребят по уровню а у меня нет так что то мы можем прочитать дам при достижении нового уровня а собственно ничем мы не можем прочитать потому что вот эти книжки нас до конца не собраны а все остальное я уже изучил но ладно что делать-то продолжаем мне так кажется что господин пидру скоро нас удивит я доверял ему добросовестно выполнял его поручения поддерживал его решение затеи а потом вдруг ваш все пошло под откос я забыл что тут озвучки нет ребят я тебе все рассказала а ты теперь хочешь занять мое место эмили это я ты зря стараешься уж луи ты сможет нас различить кто-то услышал выстрел из комнаты герцогини она не открывает вы научитесь уже скрывать свои слабости иначе враги будут использовать их против вас мы стремимся к тому чтобы все страны работали на общее благо и не были подвержены капризом судьбы так уж устроен мир меседриши одни люди всегда будут править другими тут ничего не поделаешь такие легко пропадают из памяти о них не говорят но именно они нашептывают советы королям и президентам а погодите тут все сборище около этой двери мы же тут были одни в одиночестве с матушкой по-моему в последней сцене если я все правильно помню друзья или все таки игра решила начать с момента без отрубания руки то есть поправить мою ошибку я конечно переигрывал в прошлый раз но я убедился после предыдущих эпизодов что переигрывание на что не влияет не знаю но тут лучше не задерживаться так предостеречь будьте осторожны матушка вы как всегда не послушаетесь но все же такой человек как мортимер вполне мог понаставить в скрепе ловушек думаешь дверей было мало хотите лишиться второй руки ты умеешь убеждать мы должны отыскать оружие что тебе известно о копье судьбы луи о чем о копье центуриона лонгина воспользуемся навыком точно этим копьем он пронзил тело христа оружие признали священной реликвии именно матушка вы что верите в эти сказки в любой сказке есть доля истины нестыковых хватает но предоставь но представь что копье правда существует хорошо и что теперь теперь ты знаешь что искать простите я пойду на причал подготовлю все к отплытию нужно убираться с этого проклятого острова вернемся когда будем готовы к бою что постойте луи здесь слишком опасно не волнуйся мы вернемся как только получим преимущество ты будешь искать копье и без возражений я соберу все для путешествия постойте хотя бы расскажите что вам известно об этом копье тут нечего рассказывать я же никогда его не видела луи повнимательнее осмотри кабинет мортимера кажется там висели картины с изображением лонгана задержитесь на минутку что такое зачем вы выстрелили в сестру эмили ты хочешь поговорить об этом прямо сейчас так ну давайте потратим очки умений так и быть я хочу знать матушка почему вы ее предали ну и кажется ты не совсем понял почему я искала алязив вовсе не потому что это очередная древняя реликвия вы чуть не убили ее ради всего святого у меня не было выбора книга не должна попасть в руки демонов иначе мы все обречены я тоже не знаю что в ней такого но хочу быть на шаг впереди раз они ее ищут значит она им нужна пусть я не знаю зачем но мы должны помешать им любой ценой и ради этого вы сделаете все даже прекрати луи если бы ты знал насколько они могущественны то понял бы чего я опасаюсь хорошо раз вы не хотите и напоследок если они найдут у тебя копье все пойдет прахом выбери нужный наконечник и спрячь под сюртуком чтобы никто не видел затем беги ко мне на причал а если все-таки увидит если его заметит мы все обречены ты меня понял конечно славно не забудь поговорить с пиаджи он должен знать об этом копье больше всех так если все присутствующие на острове марионетки мортимера то разговаривать вообще заводить разговор об этом копье с кем-либо опасно нас могут запалить наши намерения могут быть скомпрометированы так скажем ладно по крайней мере ребят слушайте вот луи с двумя руками оказался как так вы же сами помните что в конце прошлой части мы пытались открыть вот эту дверь и луи рубанула руку я точно в тот эпизод играю в который нужно эпизод 4 да их вроде было их три было же да вроде 3 я еще с ума вроде не сошел пока да и я надеялся что нам покажет что там за дверью то находилась которую мы так мучительно пытались открыть но вот нифига нифига все-таки видимо разработчики не дотянули такую вариативность как отрубание руки у персонажа это жалко это жалко так отыскать копье лонгина больше никаких задач у нас нет рекомендовано было заглянуть в кабинет мортимера что это за руины вообще такие где мы находимся чаще происходит где мы вот в чем вопрос и из заставки я не понял как это так все персонажи оказались вокруг луи засунувшего руку в замок чаще происходит ребят где я нахожусь кто-нибудь понимает мы же по идее должны быть все на том же острове для этого зелье вот нет место мне бы метку поднабрать а не якорцов этих бесконечных слушать а где замок то вообще что это такое куда я попал или это типа мы прошли через дверь и попали вот сюда в это какое-то странное такое царство даже знаете так руина руинами но это похоже знаете на какой-нибудь сумасшедший сон на какой-нибудь кошмар скорее флавий аэций это римский полководец который разгромил аттилу и его войска в кровопролитной битве флавий аэций так называемый последний из римлян был убит своим императором который завидовал его военным успехом почему он покоится здесь ландать изучать локацию так или иначе какие у нас еще шанс то похоже на кладбище вообще какое-то время не пощадил этот саркофаг неизвестно сколько ему лет он весь в извояниях так обдумать изучить надписи на все это нужны очки действия блин ребят ну ладно изучи надписи знакомые символы насечки это клинопись язык вавилона древнейший алфавит человечества к сожалению его до сих пор не расшифровали внизу высечена надпись на древнегреческом саргон существенную не так понятно это он повторяет то что мы уже видели проматывать я забыл я еще в предыдущих эпизодах сталкивался с тем что здесь нельзя диалоги промотать меня это я помню да очень раздражал диалоги и заставки нельзя промотать меня это при повторном прохождении дико бесило да я не знаю дать обдумаем что ли мы видимо попали внутрь какой-то загадки сразу сходу судя по знаком символизирующим власти здесь похоронен царь это очень древний саркофаг все надписи уже стерлись я не понимаю что здесь написано думаю молитва или эпитафия так ну слушай чувак как-то вы тратите очки действия на вот такие простенькие умозаключения на мой взгляд несерьезно так это чё у нас тут ооо медок ура хорошо хотя бы один а у этого копья наконечник в виде клина он покрыт золотом на нем выгравированы едва заметные символы рыбы здесь несколько разных наконечников нужно понять какой из них настоящий думаю тут мне поможет пьеджи во как интересно то все таки это мы где-то рядом с замком да бегаем я нашел пока один наконечник второго я еще не видел друзья так что давайте надо его найти прежде чем отправляться к пьеджи а тут кстати свалиться можно или они невидимая стена мы все-таки застрахованы от этого ладно все-таки у нас квест я честно говоря в начале рассчитывал на кинцо что все какое-то начало будет нам покажут чем-то расскажут а нас тут прям вот кинули в самое пекло да лабиринт какой-то бесконечный и я что-то чувствую что возможно я иду не туда куда нужно мне кажется это должен быть выход да нет это еще одна гробница саркофаг лорда мортимера это единственный саркофаг в склепе на котором высечена фамилия мортимер кто здесь похоронен ничего не написано посмотрим что у нас тут а можно подвинуть крышку не потратив очкового действия блин не добавили вот возможность промотки диалогов то ну как так можно было так ну открыть давай попробуй но это наверное интересная и важная улика погодите смысле не справишься вот ты же смог вон отодвинул же подождите или это баг или типа имеется ввиду что тебе надо целиком обязательно крышку сдвинуть чё за бред почему вот здесь вот саркофаг выглядит открытым а кто-нибудь мне может объяснить видимо это баг все таки где выход то отсюда и где второй наконечник вообще предполагаю что второй наконечник скорее всего как раз таки в этом саркофаге но 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 а вот он 2 вот смотрите так христианские символы рыбы а вот еще один елки-палки сколькоших тут блин да ну вот пойди пойми что нам нужно и здесь еще один лежит и тот и там вот лежал вон на краю того уступа вон прямо передо мной я там был только что ну давайте осмотрим все ну ока ра наверное нам не подойдет если нам нужен христианские символы хотя как знать я чё хотел сказать то я почему не хочу сейчас двигать крышку саркофага поскольку очков действия у меня маловато метка я особого запаса тут нигде не вижу а мне надо будет говорить с пьеджи а в разговорах это порой играет решающую роль в этой игре блин камера была такая сейчас пугающая сквозь эти сквозь колонны было ощущение что сейчас кто-нибудь накинется сзади на нашего главного героя такс ну раз выход не здесь пойдемте искать выход друзья из этого замкнутого круга раз без совета никуда так здесь я был сейчас здесь я вроде тоже был да вот я пытался якорцы поднять так а якорцы это что а это то что показывает видимо слабость и устойчивость противника да я как-то не проникся применением данного эликсира пока что по крайней мере в моем представлении в этой игре решают все-таки очки действия в первую очередь все остальное не так сильно а выход вот похоже в этой стороне ща я только пойму точно ли я все оглядел вот там вот еще дальний угол какой-то все эти замечательные локации есть возможно там я что-нибудь упустил на этом саркофаге вырезано имя клемменс 3 боже правый это ведь его крест был ключом оценить политическую роль вспомнить кто это перевести древний но очень изящный саркофаг время наложило на него свой отпечаток однако он неплохо сохранился не буду блин тратить всякие действия пока на это пришли не очень понимаю зачем конечно возможно если мы тут что-нибудь найдем изучим потом можно будет этим блеснуть в разговоре с кем-нибудь и это поможет что-нибудь выяснить но ну нафиг я бы предпочел найти еще метку где мы находимся что вообще вокруг нас тут какой-то туманище какое-то мыльцо сплошное непонятно еще один клинок обратите внимание хорошо что я сюда зашел так бы и не знал что он тут есть вот окажется что это он в самом дальнем углу лежал тот который надо я могу видеть что этот спирт имеет так называемый лифт он из-за копировки я могу видеть что спирт указан с символом глаза я все равно не запомнил где какие наконечники лежат в смысле какого вида поэтому после того как мы выясним что нам нужно наверняка придется осматривать все это заново ребят соряно чушь вы при просмотре видео наверняка уже засекли где что все лежит я не успел извиняйте уж а вот она вот этот вход ну правильно я подумал что это мы оказались да за этой дверью открыв вот этот замок ну слушайте это какой-то супер эпик какой-то я честно говоря ожидал что за этой дверью продолжится подземелье а оказалось вон оно как так не буду я трогать эту фигню хотя получил предмет гвоздь еще бы знать зачем он нужен ну должно быть в библии сказано копье блин да вы серьезно три очка потратить на это давайте посмотрим в конце концов что нам терять в описании распятия нет ни единого упоминания о копье апостол описывает смерть Иисуса но ни слова не говорит о копье Лука ничего не говорит о копье когда описывает смерть Христа а вот Иоанн ага но придя к Иисусу как убители его уже умершим не перебили у него голени но один из воинов копьем пронзил ему ребра и точишь из стекла кровь и вода и видевшись засвидетельствовал и истина свидетельства его он знает что говорит истину дабы вы поверили хорошо что мне говорит контекст блин мне это ничего не дало все равно нужно тратить три очка действия либо на то либо на другое у римского воина убившего Христа в библейском каноне нет имени в апокрифах же сказано что центуриона звали Лонгин блин вот на что я потратил три очка действия только что друзья я вот себя корю ну мы и так знали что это копье Лонгина ё-моё блин за ерунда ладно давайте восстановим что сможем ну хоть два ромбика дайте-ка я тут побегаю может тут блин что-нибудь появилось с предыдущего эпизода полезное икорцы эти дурацкие нет метку положить да разрабы старинные сестрецы времен римской империи видимо не успел субтитр прочитать а вот что-то еще мерцает ну ладно золотой эликсир пусть будет я рассчитывал конечно на что-нибудь более интересное ну похоже надо церковь говорит о сверкающем металле ну понятно это либо золото либо медь что у нас сверкает то еще серебро тоже может быть пока у меня не будет его точного конкретного описания которое я так тем или иным способом добуду я не смогу взять нужное копье это понятно уже но все таки меня расстроило то что не обыграли тему с отрубленной рукой улуи я понимаю что тогда бы весь сюжет пошел прахом потому что улуи рубит руку он появляется в таком виде в особняке всем сразу становится понятно где он был чем занимался ну и тут в общем то можно сказать сразу что потрачено гейм овер можно даже не пытаться перехитрить мортимера ну а пока что у нас еще есть шанс давайте найдем кардинала ну ну прежде чем его искать я конечно же поброжу тут немножко по локациям ребят в поисках опять таки и эликсиров нет сидеть на диване не хочу немножко потыкаюсь в столы с вашего позволения так кормилицкая вода что она дает а вот позволяет применить следующий навык не потратив очков действия вот тоже хорошая штуковина да отлично так больше на этой локации нет вот что то еще есть книжка какая то которую возможно я уже читал песнь о Роланде почуваю граф что смерть его близка что мозг ушами начал вытекать у него мозг вытекает а он еще умудряется что-то чует да и записывать так это что распятие Христова Веласкеса интересно здесь записка отложена для герцога Алькудия Тун-трун-тун-тун-тун-тун неплохо так герцог получит себе хорошую картину а я медок нашел пускай и один только всего лишь кстати давайте-ка его и воспользуем сразу ребят сорян немножко так бесцельно слоняюсь туда-сюда просто я пытаюсь найти чем-то полезное прежде чем двигаться дальше а кстати тут камера не отдаляется от луи да как-то близковато она к нему я уже забыл тут конечно у игры такой чисто консольный вид немножко напрягает при игре на мониторе библиотека ну давайте через библиотеку пройдем какая разница это что за книжка мы ее читали и трус братьев миллер матушка запрещала мне даже открывать эту книгу так давай почитаем все запретное всегда самое интересное это же всем известно тыкс тут ничего ничего шкатулки эти я даже что-то открывать не буду там у них все время какая-то ерунда мы на это тратим очки действий надо искать там какие-то то ли ключи то ли еще хрен пойми что вообще бесполезно как фигня вот лучше выходить бродить и пузырьки выискивать отдельно стоящие это как-то знаете ли надежнее а вот и пьеджи смотрите-ка я правильный путь выбрал ваше высокопреосвященство у вас есть свободная минутка не сейчас луи пожалуйста оставьте меня прошу прощения дайте мне побыть одному ладно просто мне сейчас нужны сведения копье лонгена не могли бы вы вы что не понимаете вы в опасности я услышал как вы обсуждали копье с фон вольнером и решил задать вам пару вопросов наш разговор вас не касался откуда мне было знать что он нас подслушивает я понимаю луи не искушайте судьбу уезжайте отсюда пока можете ваше высокопреосвященство вы в порядке что с вами повернитесь пожалуйста что вы хотели спросите копье судьбы ваше высокопреосвященство повернитесь это оружие которое держал римский воин в день распятия иисуса на кресте посмотрите на меня лонгин пронзил копьем грудь иисуса прошу как пожелаете так ну по крайней мере это он уже неплохо у него кровь идет из носа так значит вы ищете копье лонгена блин я могу только да сказать или нет ну пускай да будет ладно именно люблю когда отвечают прямо и честно продолжайте в том же духе вы ищите копье только учтите что не вы один лорд мортимер потратил много времени и средств на его поиск вас он к нему не подпустит только вот скажите на милость вы говорили о нем с кем-нибудь еще ну скажем нет нет вы первый к кому я обратился ваше высокопреосвященство бросьте луи вы не верете да нет не вру а почему сложность 4 блин ну да ну ладно скажем с матерью да с моей матерью сарой разумеется с кем еще больше ни с кем зачем вам нужно это копье без него не обойтись почему вы все равно не поверите попытка не пытка луи она поможет мне защитить себя луи спасибо за искренний ответ я расскажу вам о ман лонгене вы этого заслуживаете он вонзил свое копье в тело господа нашего полилась его кровь и обогрела наконечник копья и стал он полностью покрыт кровью божией спасибо большое спасибо ваше высокопреосвященство всегда пожалуйста луи будьте осторожны за опасности не верьте иллюзиям сары сын мой не погружайтесь выдуманный ею мир иначе останетесь там навсегда демоны которых она пытается изгнать живы только в ее разуме берегите себя да пребудет с вами бог спасибо ваше высокопреосвященство за совет так значит кровь да говорите ну так себе зацепочка конечно потому что все они могут быть окровавлены эти клинки хотелось бы что-то более точное узнать так и g подсказал мне что наконечник выглядит как рогатина а погодите когда это он успел нам сказать интересно ну хорошо по крайней мере я справился с этим противостоянием с первого раза ребят чего до этого мне не всегда удавалось сделать даже несмотря на то что видите у меня куча неизученных навыков точнее кучи недостигнутых уровней навыков и поэтому многое мне было недоступно о медок еще класс 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 берем что еще есть на таки вроде все да давайте наверное а вот еще медок смотрите чуть не упустил давайте наверное сделаем круг почета по дому может быть еще кого встретим у кого нибудь выведаем подсказку хотя конечно это опасно я бы этого делать не стал я даже напрягаюсь на то что мы с высокопреосвященнишим поговорили это неизвестно к чему все это приведет наше разглагольствование так вашингтон самый главный демон во всей этой истории предмет загадочные заметки открыть меню enter где это греть и загадочные заметки фиг знает да ладно так ты интерн тент тен указывать слабость и устойчивость давайте тоже выпьем добрый вечер мистер вашингтон добрый ты уверен что нужно нет я издалека начну на этом острове ужасно скучно ничего не происходит вы так не считаете шутите друг мой думаю вы это не всерьез и да и нет в особняке много книг и произведений искусства но все они посвящены тому чем интересуется лорд мортимер крестовым походом религии да вы правы к слову вы заметили как часто в особняке можно увидеть копье судьбы нет честно говоря я таким не интересуюсь жаль я бы с удовольствием обсудил с кем-нибудь эту тему раз матушки здесь нет до встречи не знаю я решил его напрямую не спрашивать на всякий случай и похоже я зря потратил зелье которое показывает слабости я просто помню что уж на кто на была устойчивость к каким-то темам разговора но не помнил каким поэтому решил что на всякий случай надо бы убедиться что все ок так здесь у нас чем о еще медок да лекарства богов ты прав в данной игре это именно так что еще что еще мы найдем коллекционные монетки всякая ерундовина за которой непонятно дают ачивки или нет хроники амбера помнится моим любимым персонажем был дворкин так еще одна дурацкая шкатулка бесполезная ну и нафиг тан-тран-тан-тан-тан тут никого в зале заседаний пустота и тишина вот но получше то валяется пополним запасы крамелийской воды пусть будет так это еще одна бесполезная шкатулка зелий похоже нигде нет что можно даже и особо не тратить время на бесполезные попытки блин дурацкий круглый зал всем путаюсь где здесь вход где выход золотой эликсир еще один подобрали ну неплохо тоже так тыкнемся в эту дверь посмотрим а отсюда я пришел так вот в ту значит противоположную в противоположную дверь мы попадаем вот в этот холл из которого есть выход в сад но туда пока идти бесполезно потому что я думаю что одной зацепки от пьеджи мне недостаточно поэтому давайте пошатаемся что ли по второму этажу посмотрим что здесь или кто здесь заглянем в комнату к себе например кто там что там а это комната элизабет нафиг она нам не нужна и это все ерунда так здесь с ним мы уже болтали так здесь активной точки на двери нету не ну тут я думаю что скорее всего те двери которые нам нужны они тут будут закрыты сейчас так спи и джи мы болтали а у него в комнате ничего интересного нет дайте-ка глянем предается чревоугодиум да да дорогой джузеппо увы я слишком слаб чтобы ехать поблагодарите от меня сэра грегори за приглашение к лорду мортимер уверен вы и без меня обо всем договоритесь передайте сэру грегори что мы исправно следуем его советам насчет нашего знакомого кардинала епископа к ярмонте полагаясь на вас дохранит вас господь джованни анджела браски не помню я будем у него в номере или нет еще медок 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 да ради медка стоило зайти еще медок ничего себе тут запаса я сейчас так восстановлю глядишь все свои потраченные запасы так картины рассматривать сейчас не буду не до этого мне мне все-таки надо разобраться бы с копьем убегать не конечно в этой игре порядочно так давайте восстановим еще очков действия я чё-то хожу по кругу такое ощущение это своего номера никак не дойду я в обратном направлении иду как будто бы возможно я свернул не туда так смотрите что нам говорят источники информации знатоки изотеризма произведение искусства священные тексты ну ка журнал кто у нас знаток изотеризма кроме матушки то нашей тут нам показывают какие-то способности персонажей или нет слабость устойчивость читает бесполезная табличка я думал что просто можно по этой табличке посмотреть кто у нас владеет вопросом и пойти к соответствующему человеку на разговор похоже его здесь нет так и этот деятель куда-то вышел да а где все то вообще химические сосуды вполне в духе вельнера посмотрим какими книгами он интересуется проклятие почти все книги на немецком ничего не понимаю а это отличается она на латыни лангини мильтис фаблу лангини лангини ага это что такое похоже биография римского воина лангина выходит вольнер тоже собирал сведения о копье пожалуй возьму себе этот фолиант дарише дарише только его мне не хватало может он что-нибудь знает о копье что вы делаете в моей комнате очень вовремя я как раз вас искал искали меня что ж вот он я чем могу быть полезен я хотел кое о чем поговорить вы тоже ищите копье вам меня не одурачить вы ищите копье судьбы а в чем дело вас пугает что я могу интересоваться этой реликви я нет нет не правда вы чего то боитесь ничего я не боюсь вы явно не беспокоитесь что я могу вернуть его Мортимеру почему же вы так переживаете что я могу его найти вы сами не знаете что ищите что же вы затеяли дарише то самое проклятое копье у Мортимера и давно вы его ищите я понял вы решили выкрасть его у Мортимера довольно давно не так ли наглый воришка вы хотите передать его сэру Грегоре задумали перехитрить нас с пьеджи так ну и что ему сказать что нет мы не хотим отдавать его холму тогда он спросит кому мы хотим отдать у нас сейчас время то ограничено или что блин жалко вот это вот у меня недоступно слабо прокачанный у меня персонаж не пускай он думает что блин не знаю тише тише успокойтесь я и не собирался настраивать сэра Грегори против вас посмотрите на себя смех да и только заткнитесь даже не надейтесь меня обдурить если вы ищите копье не для сэра Грегори тогда зачем оно вам ну окей у меня нет шансов как ответить ему да я хочу отдать его холму все ну как бы этот вариант мы попробовали ребят так сейчас секундочку два очка действия восстанавливать снимает отрицательные эффекты а дайте вот это попу так сложность 4 этикет уровень 1 давайте попробуем вот это сказать ему Гер фон Волнер будьте добры успокойтесь я лишь пытаюсь исправить ошибки его высокопреосвященства сэр Грегори стоило быть тщательнее выбирать союзников на пиджи как никак друг моей матери что я вы хотите помочь пьеджи я же сказал моя мать поступила бы именно так судя по вашему разговору в коридоре он попал в неприятности из-за этого копья я переживаю за него вот как хорошо Луи я думал вы пытаетесь мной воспользоваться прошу прощения я немного погорячился скажу прямо в одиночку вы мало чего добьетесь копье Лангина ищут сразу несколько человек и нам бы не помешало делиться сведениями к сожалению делиться мне пока нечем сейчас я пытаюсь выяснить как выглядит подлинное копье о не волнуйтесь все мы через это проходили ведь дубликатов не так уж и мало мы долго пытались понять что оно из себя представляет многие полагают что центральная часть наконечника покрыта золотом но в действительности она изготовлена из сплава железа и меди охотно верю в те времена простой римский воин не мог позволить себе копье из чистого золота однако это противоречит христианским догматам медь недостаточно благородный металл для орудия страстей христовых спасибо за помощь сэр всегда пожалуйста луи держите меня в курсе своих открытий вместе у нас все получится надеюсь на это до свидания блин мне удалось найти биографию центуриона Лонгина посмотрим поможет ли она здесь говорится что на его копье был выгравирован символ первых христиан рыба насчет рыбы я был прав между прочим что там должна быть рыба а не какой-нибудь бог рай или еще что-нибудь подобное хотя это странно что уже тогда существовал этот символ как первый христианский ну вы понимаете да что как бы копье оно было сделано до смерти христа ну то есть во время его земной жизни и соответственно тогда христианство как вера только набирала обороты у него не было какой-то такой своей специальной символики выработанной или еще чего-то подобного все это появилось уже чуть позже так давайте-ка снимем отрицательные эффекты вон у нас какой-то значок в левом верхнем углу был обойдемся без него так что мы еще можем со слугой поговорить не знаю работа работа чувак какие-то ключи под подбираем ребят бесполезно это видимо ключи от этих от шкатулок всех дурацких месье жак перю а он на месте луи как-то не сказал что его нет поэтому дайте-ка я чей окно прежде чем соваться да его нет на месте можем немножко покопаться в его вещах хотя этим по моему уже занимался в смысле не сегодня а в прошлом эпизоде да я что-то читал у него на столе или нет не хочу я тратить два очка действия на взлом этого замка непонятно что это мне даст давайте проверим что здесь вон ванная шикарная около камина че еще дорогой друг прошу вас посетить мой особняк чтобы обсудить происходящее в Париже в Кале вас будут ждать лодка которая доставит вас в английский порт Дувр оттуда экипаж довезет вас до Тинтеджела где пришвартован мой фрегат на нем вы и остальные гости доплывете до моего острова жду вашего прибытия лорд Уильям Мортимер так это приглашение от Мортимера ну че тут как-то не знаю я взломать мне что ли этот ящик я не уверен что это мне что-то даст давайте взломаем я потратил два очка действия чтобы за счет меда восстановить два очка действия отлично идеально так это Бонапарта судя по всему комната я уже успел прочитать табличку и так она закрыта ну что ж ладно а где моя комната ребята я опять попал в деревянную часть Мануэль Годой Мануэль Годой закрыта безразмерный этот особняк просто вот моя комната отлично тут ничего интересного не появилось нет от Данте это все по-моему было это я все видел никто мне тут никаких записочек не принес ничего медок вот еще неплохо так погодите здесь мы можем что-то взять и еще медок прекрасно месье Дорише к сожалению я пока не могу встретиться с вами тем не менее мы делаем все возможное чтобы наши поиски вынчались успехом предлагаю к письму ключ чтобы вы смогли забрать личные вещи своей мать а это все про ту же самую тему они же в отличие от нас нашу матушку то не нашли так мне кажется мне все равно нужно больше фактов друзья надо было писание изучать по другому чуть-чуть так я пришел оттуда же правильно так давайте еще раз осмотрим комнату кардинала пьеджи раз уж мы в ней оказались еще раз внимательно посмотрим может быть я чего упустился может быть тут стоит что-нибудь взломать или осмотреть картины я не знаю амур победитель рукописные заметки лорда Мортимера тут какая-то точка активная это коллекционная монета всего лишь осколок янтаря картина полна игривого эротизма интересно какого они мнения пьеджи ну спросишь при ближайшей встрече тэн 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 венера сатир и амур кисти карэджа разврат нахальство и невинность Джузеппе наверняка оценил так давайте на балкон выйдем а раз можно это сделать почему бы нет мед смотрите у меня полный запас меда по такому случаю потрачу два пузырька слушайте смотрите я почему-то трачу два пузырька и у меня в левом верхнем углу появляется вот такой красный значок что это значит слишком много накатываем или чё так а где комната этих хилсбур у этой вот этих вот деятелей всех так я помню еще матушка нам рекомендовала посмотреть в комнате товарища мортимера в кабинете точнее что-нибудь поискать давайте этим и займемся если я смогу пройти по этому узкому коридору все в комнате вашингтона а нет закрыто ладно поискать ничего не удастся там бежим 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 так это лестница вниз не ребят сорян еще один кружок подсчета во вот здесь это куда проход наверх да то что надо мортимера мы тут не встретили ну ладно кстати интересно где его комната где его кабинет мы знаем где он хранит всякие старинные реликвии потайная комнатка тоже знаем а вот где он спит и спит ли он если он демон если он главный демон то же вопрос x чего предлагаете что ли опять проникать в эту секретную часть что ли да это все те же записки подсказки к коду так а че мне же там надо было на че-то нажимать чтоб дверь открыть то педаль какая-то под столом была слушайте а сейчас активной точки нет здесь то есть подразумевается что нам туда не нужно что ли на полках ничего интересного хм странно я рассчитывал попасть в секретную часть а выходит что это и не нужно вон видите педаль снизу вот ее надо нажать но она не нажимается чтобы картина вверх уехала но видимо нам пока сюда не нужно раз это не происходит что я могу еще на это сказать похоже нам тут делать нечего ребят очень жаль так вёльнер считает что копье окамлено медиа церковь говорит о сверкающем унитаре пьеджи подсказала и биография то есть считается что вот этих подсказок которые я собрал достаточно это чья комнат это вельнер наверно комнат а нет это вот это была пустая глухая комната в которой тут все терлись периодически да давайте пошаримся вдруг что нибудь найдем полезно я конечно сомневаюсь но мало ли всякое бывает а вот эта шкатулка я помню пытался взломать безуспешно ну его нафиг ребята 7 очков действия тратить на эту пургень нет тут тоже не особо есть что искать видимо я все подсказки нашел а как еще я должен воспринимать происходящее топаем вниз тогда че тогда идем вниз друзья я могу вам чем то помочь сэр я к вашим услугам круглые сутки так и о хозяинах пара вопросов об особняке а просьба какая так и корцы золотой эликсир вода так и так и так и так и нафиг это все ерунда какая-то так что-то я залип опять ребят на том что мне делать надо читальный зал давайте-ка еще раз тут осмотримся может тут на полках чё картины вы же помните нам говорили что источником могут быть книги картины хроники амбер это я по-моему уже видел нет тут походу ничего а ну это я опять совершаю все тот же круг почета да через вот эту комнату заседаний да-да-да все-таки у нас квест классический ну не классический в смысле классический по количеству беготни между локациями я это хотел сказать так подождите а что вот это за лестница а это я как бы просто с другой стороны второго этажа оказываю все окей так это выход в сад сейчас а где этот зал со скульптурами то самый первый нет стоп не здесь видимо видимо дальше видимо вот здесь да я чё-то думал может какую-нибудь картину найти тут можно подходящую тайнер вечер вот например это рядом но не то я честно говоря надеялся что на распятие Веласкеса будет какая-нибудь подсказка но увы Веласкес подвел так чё ещё чё ещё чё ещё я не осмотрел да всё вроде осмотрел вот полочка там чё-то лежит ну достань мёд ну мёд это неплохо так крутите не надо эти головы не головы покрутить нельзя значит туда нам не нужно ну блин ребят не знаю чё-то видимо имеется ввиду что мы все подсказки нашли давайте попробуем вернуться топать до туда конечно сто лет но что же сделаешь сейчас надо пройти этот лабиринт из кустов поехали посмотрим что мы сможем откопать ну то есть повлиял ли на что-нибудь количество собранных улик давайте-ка зацепку найдём а да это-то я и сам догадался ё-моё чувак ещё и в прошлый раз просто перетыкав по порядку ну может мне дадут выбор в этот раз другое шиммерный ланс а да дадут другой выбор согласно средневековым традициям герметизм реликвии должны были быть изготовлены их нередко создавали прямо в монастырях чтобы привлечь паломников реликвии должны были выглядеть величественно такой эффект давал золото но простой воин вряд ли мог позволить себе что-то кроме меди настоящее копье вряд ли было драгоценным согласен дружище это логичные доводы ну окей а давайте знаете что ещё сделаем раз уж мы здесь давайте-ка дотопаем до гробницы с надписью лорда мортимера посмотрим что в ней скрывается мне кажется на это стоит потратить очки действия мало подсказок не бывает жалко луи быстрее не бегает вот он умеет ходить вот с такой вот скоростью уж совсем медленной и вот так вот чуть чуть быстрее бегать так как-то несерьёзно ничего себе вот тут панорамка открывается а вы посмотрите на это тут в поисках можно погрязнуть ну это такая знаете это кладбище такое выглядит как это обратная сторона мортимерского великолепия дайте какая тыкнув какой-нибудь клинок клинок окара это не то ладно то есть вы хотите сказать что мортимер потратил целое состояние кучу денег на то чтобы найти все вот эти наконечники да и не смог определить подлинный среди них мне в это честно говоря слабо верится три очка действия так какой там у нас эликсир да вот этот воспользуемся отлично посмотрим что внутри так у меня добавился еще один ромбик по очкам действия и мне написали что нет места для мёда хорошо давайте восстановим да да ну ну короче пусто зря я только эликсир на это потратил какая-то ерунда ну вот видите игра она не щадит периодически тайники и загадочки всякие бывают бесполезны и так что мы имеем на данный текущий момент а мы имеем что нам нужно отыскать это дурацкое копье лонгин вернер считает что копье окоемлено медью я тоже к этому склоняюсь что оно должно быть медное это логичный вывод насчет того что римский воин не мог себе позволить супер дорогое копье из золота тем более сверкающий металл для меди вполне подходящее описание а пьеджи подсказал что наконечник выглядит как рогатина тоже неплохо пум-пум-пум и в игрове родная рыба но честно говоря немного конечно зацепочек но хоть что-то я сомневаюсь что я что-то найду если я что-то пропустил ребят то напишите мне в комментах я тогда в следующем видео сбегаю посмотрю что я не нашел я просто хочу на сегодня прерваться потому что уже достаточно долго я бегаю и чувствую что блин похоже загадочки к концу прохождения The Council они только нагнетаются вот по-моему не предыдущий эпизод а второй что ли эпизод который был я жаловался что в нем а нет на предыдущий я жаловался что в нем куча каких-то гумозных задачек вот я чувствую что здесь с этим копьем нам придется повозиться не меньше но поскольку я чужих видео не смотрел по этой игре то поэтому я естественно не знаю правильного ответа будем искать его вместе с вами ребят подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите коменты не забывайте про группу вконтакте и до скорой встречи пока 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 не 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 не